Всем привет! Я Таня Шункова. Прямо сейчас мы заглянем в соцсети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Ударила ножом в лицо из-за громкого разговора по телефону. Такое жуткое видео из московского метро попало в топ за неделю. 50-летнюю нападавшую задержали. У нее изъяли туристический нож. Теперь женщину подозревают в угрозе убийства. Еще один инцидент с общественным транспортом, но уже в Красноярске. Автобус слетел в кювет в Академгородке. Да, это так вот бывает. В ГИБДД сообщили, что водитель 63-го автобуса не справился с управлением. В комментариях одни написали все из-за того, что водители вечно куда-то летят. Другие, что дороги плохо почищены. К счастью, пассажиров в салоне не было и в ДТП никто не пострадал. Без билетников будут штрафовать на 150-300 рублей. Такой закон действует в крае с 3 декабря. Хоть размер штрафа и незначительный, на новость отреагировали красноярцы. А как задерживать будут, если автобусы и трамваи едут без кондукторов? Очень интересно. Я, конечно, считаю, что всякий труд должен быть оплачен, но расценки на общественный транспорт, да и качество услуг тоже оставляют желать лучшего. Платить за проезд, безусловно, нужно, но цена должна быть соизмеримой проезду. А качество перевозки людей – 2022 год на дворе, а как в 20 веке, как селедки в бочке. Дичь полная. Полтора раздолбанных автобусов с шумахерами за штурвалами должны пассажирам доплачивать за риск, а не штрафы. Фото недели – последствия сильного пожара в торговом центре «Взлетка Плаза». Напомню, все произошло утром 30 ноября. Огонь удалось потушить только через 5 часов. Сильно пострадал фасад здания, он обгорел до кирпичей, а внутри – сажа на витринах, стенах и полах. От пожара пострадали 99 предпринимателей, заявили в прокуратуре. Возбудили уголовное дело. Еще одно жуткое видео из Дагестана. 2500 мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря. Все произошло недалеко от нефтебазы, однако в Минприроды считают, что интоксикации у животных не было. В природоохранном центре заявили, что массовая гибель на популяцию не повлияет. Подобные случаи были и ранее. В 2020 году ученые выдвинули версию, что тюлени погибли из-за выброса природного газа. Почему их выбросило на берег в этот раз, остается загадкой. Это был обзор самого популярного в соцсетях ТВК. Делитесь своими фото и видео, вдруг они тоже попадут в топ. Вот QR-код, переходите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и пишите нам там, где удобно. Ведь ТВК – это не только ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok